Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем Хорошо Начинаем Здравствуйте Начинаем Сегодня мы начнем обсуждать сечения процесс и плюс именно сентиляции вокруг что-то с полного сечения но по-другому это полного сечения процесса сутка ну наиболее наиболее такой поддающийся анализ поддающийся анализ поддающийся анализ наиболее простой результат получен для этого полного сечения но вы знаете что на самом деле измерение до сечения измерения измерения до сечения измерения до сечения измерения до сечения хоть вертик которая равна сигман и плюс и минус квадроны и минус и минус и минус ну бордовское сечение здесь подразумевает как-то в этом отношении это имеется видусть бордовское сечение которое должно 4,3 до сечения до сечения до сечения до сечения до сечения вот это отношение оно сыграло в такую важную роль в развитии теории в первую очередь для разведения света измерения до сечения то что это сечение оказалось р причина примерно равно двое в районе нескольких в районе кори и з нет порядка нескольких вверх точнее в районе двух вверх потом кори и з примерно два вот это вот это указывало на то что квадки есть лишнюю степень свободы световую степень свободы ну и в конце концов развитие этого понятия цвета привело к возникновению квантовой хромодинамики вот ну и с точки зрения квантовой хромодинамики как выглядит как считается это сечение понятно что изображается оно такой диаграммой здесь какие-то огромные состояния и мы вот это сечение это полностью инфузивное сечение то есть сумму по всему конечному состоянию и маточный элемент ну когда мы говорим о маточном элементе ну конечно в маточном элементе мы же какое-то состояние фиксируем конечное состояние ну маточный элемент движется как минус веро обратно это два ряда это делить на с это пропаганда с это естественно подворкованная энергия системы и квадрат делить на с здесь стоит так я напишу я напишу здесь это минус а здесь это плюс минус по плюс при импульсе электроны и позитроны то это будет в с чертой от плюс данной мин му по минус и здесь будет вашим элемент перехода будет адронный ток д му здесь вместо их координаты делаются нюбевой здесь вакуум а здесь какое-то количество состояние д и все определенное состояние. Вот так пишем самозвучный объект. А сечение тогда, естественно, по обычным правилам, сочиняется как сигма равно. Что мы должны сделать? Квадрировать этот лептонный ток, Квадрировать этот лептонный ток. И что же мы получим? Получим мы 1 в четвертой делить на 1 в квадрате. Здесь получим так. Этот ток квадрированный. В общем-то мы писали много раз и в разных формах. В общем, давайте... Да, так можно его написать. П плюс нюм. П минус нюм плюс наоборот. П минус нюм. П плюс нюм. Минус... Так. Правильно? Минус... 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 Квадрат. Так. Минус нюм плюс коэффициент по витку. Квадрат пополам. Итак. Квадрат пополам. Ладно. Хорошо. что умножить, если я рекорд на... как сообразить? Понятно, что есть такая структура, есть такая структура. Как сообразить относительно коэффициенты? Ну, что умножить при умножении на Qµ, это должно саннуляться. При умножении на Qµ должно саннуляться. Значит, Q, конечно, это есть Q равно В плюс плюс В минус. Это вот тот импульс, который переносит потом. И здесь мы получаем В плюс плюс В минус. При умножении Q на В плюс и Q на В минус получим Q квадрат пополам. Ну, значит, правильно. Да, коэффициенты правильно. Общий коэффициент, опять, надо сообразить. Надо там написать, ну, потоковый фактор. Ладно, не буду я этим заниматься. Лучше я его... Лучше я его подсмотрю. Значит, это будет, на самом деле, коэффициент два S в кубе. Это два S в кубе. То есть я ещё... От потокового фактора ещё один S идёт. А здесь стоит, так я написал R-меню, некий тензор, который равен... Эти тензор равен 2,4-й. А здесь 2,4-й, да. А здесь стоит сумма по всем состояниям. Ну, сумма, которая злая сумила по дискретным пандемусам, но они приближены по негативным пандемусам. То есть здесь стоит... Если я говорю... А ну... Да. Ну... Здесь стоит у меня Ж-ню от нуля. Здесь... Эээ... 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 Х... Здесь... Как раз... Х... Здесь... Здесь... Ж-ню от нуля. И опять же, здесь должен быть сопряжённый, но... Р-метод, поэтому я пишу просто Ж. Вот такой латексный элемент. Сумма по икс, да. То есть, конечно, это функция. От... Ку... Ку... Минус... По икс. Это импульс. В таком сохранении, да. Как это можно переписать? Вот это... Эту величину. Как можно переписать? Это есть... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... А здесь напишем, что напишем, среднее по вакууму от женю, сейчас соображу, есть и Q минус P. Так, здесь напишем X, здесь женю от X, женю от X, женю от X. Так, вот таким образом можно переписать в самом деле. Я же поставил сюда полный набор состояний, X. Полный набор состояний, и воспользуемся тем, что женю от X, здесь новый, ну, я напишу лучше так, A, а здесь B, состояние, ну, это есть, это бетербургский аббератор, тока, матричный элемент его, то есть надо, этот матричный элемент, он пишет как, как, не в степени, и P, 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 A минус P, B на X. Ну, это уже мы много раз проходили, а? Режем от B на B. Просто связь, подзависимость, 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 подзависимость пила. Так, поэтому, если мы подставим, то здесь появится Q минус P минус X, и интеграл 20-30 плюс X. Такое правильное выражение. Ну, еще что можно сказать, что еще можно сказать. Мы можем здесь заменить, считая, что у ноль положительное, рассматривая именно каналы реакции, мы считаем, что у ноль положительное, можно заменить на коммутатор. Вот это произведение того, что нельзя и коммутатор. Почему? Потому что первый член коммутатора – это то, что мы имели, а второй член коммутатора – у нас, здесь на фунте, чем он будет отличаться, если материчный элемент уже будет стоять в конце, и поэтому зависимость она, то есть он у нас к экспоненту есть степени «плюс» и «пx», и появится такая функция «q плюс пx», «пx», так, и если это ноль положительное, «пx» – это, конечно, состояние, долевая компания тоже, конечно, положительное состояние, в этой функции никогда аргументная функция не может быть нелегкая, если член коммутатор не даст плата. Это обычная, значит, процедура, которую мы делали и для, когда рассматривали теплые власти. Помните? А? Да. Ну вот, сводимся к коммутатору. А дальше мне говорится, что вот этот коммутатор можно заменить. Этот коммутатор – это есть мимая часть амплитуды. Матричный элемент от коммутатора – это, если что я говорю, как мимая часть амплитуды от проекционного оператора, то есть от матричного элемента от Т произведения. Коммутатор – это мимая часть от Т произведения. Ну, так с эффициентом И, может быть, И, это неважно. Но в коммутатор сказывается коммутатор. Матричный элемент от коммутатора и матричный элемент от Т произведения, они связаны вот с отношением к тем, что первый матричный элемент является мимая частью от второго. Ну, впрочем, это и отсюда видно. И отсюда видно. Видите, что это такое? Как на диаграмме видно. Что это такое? Это квадрирование вот этой вот диаграммы. То есть у нас, я нарисую, вот у нас фотон распадается, переходит в какое-то агромное состояние. Да, огромное состояние. Мы его квадрировываем. Что мы получаем? Это как раз мимая часть. Что это такое? Что мы вычисляем? Это вот по... Вычислили. Это как раз мимая часть. Ну, мимая часть вот этой диаграммы, да? Вот этой диаграммы. Здесь все, что можно, тут угодно. Как это можно сказать? Это какая связь? Дает соотношение металности. По соотношению металности, минимая часть этого вклада, это есть вот такой вклад. Вот и все. Больше ничего здесь нет. Вот. Да, да. А дальше, что же... Вот нам надо дальше считать это R-меню. Ну, и как считать? Конечно, в квантовой хромодинамике никаких адронов у нас... Ну, адроны, может быть, они есть, но они появляются у нас как связанное состояние варков и глиозов. И, значит, по теории возмущений мы, конечно, не можем рассматривать. Ну, то есть, только тяжелые адроны как-то... Только к строению тяжелых адронов, там, состоящих из тяжелых ваг, как-то можем применять теорию возмущений. А к легким адронам, конечно, не так. В терминах теории возмущений, конечно, они не описываются. Так что же нам делать? Ну, а делать здесь такая идеология, что... В общем, давайте рассматривать все это на фактонном уровне, что у нас происходит у нас. То есть, когда мы рассматриваем полностью инклюзивное сечение, в процессы адронизации нам совершенно не вошли в процессы адронизации. Как? Как переходят к актурии? Вот у нас есть... Расставился. При больших... При больших S или при больших U квадрат... У квадрата у нас равно S, да? У квадрата. Как используют обозначения? У квадрата. Вот это вот. У квадрата. Это есть. Куб большой в квадрате. И S. Только одинаково используют эти обозначения. Где другие используются обозначения? Так вот, при больших Q квадратах и при больших S у нас рождается существенное расстояние для процесса рождения, для процесса рождения. Это маленькие расстояния. Откуда это видно, что маленькие расстояния видны? Ну вот так, что они вот важны, только малые расстояния. Отсюда вот видно как раз. Потому что здесь у нас... Здесь, если рассматривать систему центра инерции встречных пучков, то что у нас стоит только? Q0 на X0. И значит, X0, X0, да? X0, начиная X0, меньше порядка единиц на корень из S, да? Единиц на корень из S. А там вот так, она отлична от нуля только тогда, когда у нас интервал между X. Интервал между двумя вот этими координатами, он времени подойдет. Значит, X0 по модулю оно должно быть больше, чем X вектор по модулю. Значит, все компоненты. Если X0 компоненты малы, то все компоненты малы. Тут все компоненты малы. То есть процесс здесь, он на самом деле существенно... Вот если мы рассматриваем только вот это вот полное сечение, то есть полностью инклюзивное сечение, то описание этого процесса, описание этого сечения, оно гораздо проще, чем то, чем мы занимались. Там мы дипоноластик рассматривали, да? Дипоноластик, да? Важно была вся ответственность для того конуса в коммутаторе. А здесь у нас только вот только точка X в равном углу. Все компоненты у нас X0 малы. Поэтому, значит, процесс идет на малых расстояниях. Процесс рождения квадратов идет на малых расстояниях. Ну, а там, конечно, квадраты переходят в матроны каким-то образом. Экспериментально мы наблюдаем матроны, конечно. Никакие не квадраты. Но квадраты переходят в матроны с вероятностью единицы. Поэтому нам необязательно рассматривать процесс организации. Вовсе необязательно рассматривать. Мы можем рассматривать это сечение на кварковом уровне. На кварковом уровне. Ну и что же тогда? Значит, что еще полезно ввести? Еще связать вот эту величину R с той величиной R. Это связано. Связать можно так. Если мы напишем, что R равно R равно, Чему же оно равно? Если напишем, что это есть минус единицы единиц на шесть π. Вот так вот. А здесь напишем U в квадрате. Для меню. Для Руку, для Руку, для Руку, для Руку. Что я сделал? Я выделил просто тензорную структуру. Как я ее написал? Понятно, что R-меню может зависеть только от одного вектора. И значит только такая есть, и только такая. В коэффициенте между ними забиты калибровочными вариантами. Все. Эта тензорная структура выделена. Коэффициент я написал из соображения удобства. Здесь вот как раз будет R. Вот так связано. Личная R-меню. Вот такой тензор R-меню. Связан с вот той величиной R. Вот именно таким соотношением. Хотите ветки, хотите проверите. Как легко проверить? Ну, давайте подставим. Если подставим вот это R-меню в таком виде туда, то что мы получим? Получим, что сивный меню равно 4i в квадрате альфа в квадрате сюда, делить на 2s в кубе. 2s в кубе. И разделим. Так, теперь что сделать? Ну, разделим на 6p. На 6p вот это вот 6p. И теперь у квадрат, это есть S. И это есть. Значит, одно S в квадрате. Теперь надо с минус J-меню взять свертку. Вот с этим тензором. Здесь свертка даст. Что здесь свертка даст? Здесь S. С минус J-меню. Тогда отсюда получаем 2s. Потому что J-меню на J-меню 4. 2s. А отсюда получаем всего S с обратным знаком. Да? И получится всего S и S сократиться. Вот это то есть сократиться. Теперь 4p. Здесь 4p, а здесь 12s. Получится 3p. 3s, вернее. 4p остается. 4p альфа квадрат на 3s. Вот это финаловый вход. Получим как раз вот эта формула. Вот в соответствии с этой формулой. Мы получили, что σ равно 4 3p в квадрат на 3s, наверное. Все. И все вот это правильно написано. Вот такая, ребят, сократичная. Ну вот, дальше. Ну, как считать? Можно, конечно, можно так говорить слова, относящиеся к... Ну, наверное, это и необходимо вообще-то когда-то их сказать. Можно просто взять и по теории возмущений считать. Ну, по наивной теории возмущений, вот у нас есть... Просто... Что мы должны посчитать? Вот первая диаграмма. Это вот квадратная петля. Да? Единственная часть этой квадратной петли. Правильно? Ну, это что же? Понятно, что это будет. Понятно, что это будет. Это просто даст нам... Что нам даст? Вот эта диаграмма. Для R. Что даст? R равно. Что даст эта диаграмма? Ну, во-первых, посумимая по всем флайверам, да? Правильно? Это, значит, сумма по всем флайверам. Здесь будет, конечно, заряд флайвера в квадрате, но... Наверное. Потому что здесь заряд не стоит. По сравнению... Чем отличается... Что мы должны сделать? Отличие вот этой петли... Кварковой... Ведь мы вичную R смотрим. То есть отношение вот этой диаграммы с кварковым к... Диаграмме такой же диаграмме с неозами, да? Да. Чем же они отличаются? Сколько зарядом... Вот тут стоит этот заряд. Еще тройку нужно. А? Тройку по цветам. Правильно. Да. Тройку по цветам. Правильно. Три по цветам. Тройку по цветам, да? Вот. И все. Больше ничего нет. Правильно. И это... Как я уже говорил, если мы посмотрим... Ну, понятно, что... Когда я говорю... То мы можем пользоваться для... Вот эта формула, да? Вот эта формула для... Вот эта формула для... Возновского сечения миона. Она, конечно, получена... Пренебрежение массами мионов. Правильно? Массы миона мы выбросили. То есть она получена для энергии больше, чем... УДС, да? Подставим сюда... В обратку заряда. И что мы получим? Получим... Д... Получим... Д... Получим 2 трети, да? То, что... Было... Экспериментально... Экспериментально наблюдалось. Вот. Ну а дальше... Это вот... Ревиальный... Ревиальный... Вклад, который там в суставе. Уже... Много раз мы говорили об этом... Об этой личине отверху. Ну а нам надо считать поправки к этой личине. Ну как... Поправки считать? Опять же мы можем наивно... Поправки надо считать, да? Поправки. Поправки уже связаны с обменом блюда. Ну здесь, правда, такая неприятная... Вещь... То, если мы будем... Вот... Поправки... Считать вот R, да? Поправки именно... Вот... Внимую часть... Вот... Внимую часть поправки. То у нас будут поправки... Виртуальные поправки, да? То есть... Поправки у нас будут уже вот... Диаграммы. Какие у нас будут диаграммы? Вот такие диаграммы. Здесь у нас... Продежуточное состояние у нас может быть... Вот... Двух... Квартовое. Ну квартове-квартовое произдушное состояние. И то есть нам надо учитывать такие поправки, да? А может быть... Ну такие и вот... И вообще-то говоря, поправки... Ну когда... Поправка к этой решению? Поправка к этой решению? И вообще говоря, какие поправки? Поправки к... к социоэнергетическим поправкам тоже надо учитывать, но это зависит от того, как мы проводим переномбировку на массовой поверхности, то тогда эти диаграммы не надо учитывать, а когда проводить переномбировку, проводить эпсилон-регулизацию и проводить переномбировку как схему переномбировки, которую обычно используют в электродинамике, МВС-барт схема, то вообще говоря, эти диаграммы надо учитывать, правда, если парка безмассовая, то все равно их вклады не дают, если массовая парка с самого начала пренебречь, то все равно их вклады не дают. Ну ладно, но что плохо, мы же скажем, эту диаграмму все равно учитывать надо. И это не акробатно, она расходится, сами понимаете, это поправка к решению, она расходится, она в электродинамике расходилась, да? В электродинамике расходилась, ну и здесь она расходится. Ну как вы помните, в электродинамике мы эту расходимость регулировали массой фотона, да? Помните, нет? Вот, регулировали массой фотона. Здесь такая регулировали массой фотона. Здесь такая регулировали массой фотона. В общем-то, хромодинамики не используется, но еще, дело в том, что еще, здесь еще дополнительное усложнение, связанное с безмассовостью, да? С безмассовостью. Кварта. Кварта. Мы хотим все-таки... Ну, то, что можно, конечно, массу важного удерживать, но опять это техническое увлажнение. Ну, а можно не удерживать, считать с самого начала, но тогда сингулярность будет сильнее. То есть, есть... Мы уже многократно обсуждали, что сингулярность, а не низканалитической сингулярности, бывает двух типов, значит. Одни, инфракрасная, то есть расходимость деомеганалоника по частоте фотона, да? А другая расходимость, галлинеарная расходимость, расходимость по углу между... импульсом фотона или галлиона и импульсом излучающей частицы, потому что... Ну, вот посмотрим на эту диаграмму, ну, на эту вот диаграмму, что там стоит? Там же стоит единица, или... Вот, будем считать этот... Этот импульс, будем считать, В, да? А этот импульс К. Единица здесь на КП. Скажем, батон или галлион вот здесь. Здесь, на самом деле, галлион, я, к сожалению, вот я неправильно здесь одной и той же линии изображал. Конечно, лучше быть правильнее, это надо было из-за разных линий. Это галлиончик, а это батончик, так? Вот так вот, так было изображать. Ну, неважно, галлион, потом ешь, он на массовой поверхности, то есть здесь в пропагаторе стоит КП. Ну, то, что стоит при излучении реальных частиц... Пром, вот, в электричатике то, что у нас стоило. И здесь, нежели эти частицы будут безмассовые, то здесь стоит единица минус космос тектор. Это тектор, это угол излучения. И все проинтегрировано, по нему есть расходимость. Эта расходимость называется холлиниарная расходимость. Здесь они в обе присутствуют, то есть, на самом деле, значит, расходимость сильнее, чем та, которую мы наблюдали, которая была в электродинамике, когда у нас у электрона массовое удерживание. Ну, если ее регулировать расходимость с помощью размерности, если, нежели использовать размерность, то ясно, что, то есть, сказать, что просто у нас две размеры с пространством времени. Это 4 минус 2 ε. Ну, когда мы говорили о ультрафиолетовых восходимости, да, мы писали здесь 4 плюс 2 ε, да, 4 плюс 2 ε, чтобы сделать интеграл, сходящийся вверху. А теперь, ну, в принципе, это плюс, минус, это не важно, мы можем считать ε разного знака. Эксилл считать разного знака, а можно вообще комплексы считать. Так, что же, одновременно регулировать и деньги, и другие расходимся. Так, так вот, расходимости инфракрасная и коллинеарная, они проявлялись в каждой на степи ε. И расходимость по ε будет сингулярно с по ε, в квадрате от виртуального вклада. И есть еще диаграммы, когда в протяжуточном состоянии у нас есть не кварк-анти-кварк, а кварк-анти-кварк и глион. Вот есть такого типа диаграммы. Здесь вот эта глионная линия. Ну, здесь этот конец глионной линии может прицепляться сюда и сюда. И этот, так же, здесь на самом деле четыре диаграммы. И опять, эта диаграмма тоже расходимся. И тоже. А все-таки эти расходимости сокращаются, да? Ну, естественно, они должны сокращаться. Почему они должны сокращаться? То, что инфракрасные расходимости сокращаются, вы знаете. Ну, а то, что и коллинеарные тоже сокращаются, да, это, в общем-то, такое утверждение носит название теоремы «киношит ли наэнда». Или «киношит ли наэнда». Или «киношит ли наэнда». Или «киношит ли наэнда». Вот есть такая теорема. По-моему, я ее вспоминал, когда говорил о квантовой. Как она восходилась к квантовой. Есть какая-то теорема, которая, в общем-то, она говорит, что, если мы суммируем по всем вырожденным конечным состояниям и усредняем по вырожденным начальным состояниям, то тогда у нас все расходимости сокращаются. Инфракрасные и инфракрасные и глинеарные. Вот такое утверждение этой теоремы. Ну, надо, вот я все подчеркиваю, что при этом говорится о том, что кроме, в отличие от инфракрасии, для инфракрасии, для сокращения инфракрасии достаточно только суммирует по конечным состояниям. Да? Ну, вырожденным. Вырожденным. Что значит вырожденным? Имеющим ту же энергию при других квантовых числах. Значит, вырожденным, как обычно, на вырожденным состоянии, это состояние с одной и той же энергией. Но здесь никакого... Так вот, я еще раз все-таки подчеркиваю, что для инфракрасии достаточно суммирования по конечным состояниям, для сокращения инфракрасии, но для сокращения глинеарных расходимостей и инфракрасии глинеарных расходимостей, нужно еще усреднение по вырожденным начальным состояниям. И это надо иметь в виду, чтобы не попасть в просадок. Но здесь начальное состояние, оно... Ну, нет вырожденным. Ежели возьмем... Что значит вырожденное состояние? Вот, например, если у нас в начале есть безмассовая частица, хватит, да? И летит глиончик в том же направлении, да? В том же направлении. Ну тогда ясно, что энергия зависит только от суммы их импульсов. Только от суммы их импульсов. Но не от каждого импульсового деления. Вот это и есть вырождение. Здесь... То есть вырождение в начальном состоянии связано... И запутимся. И надо только суммировать по конечным состояниям. Вот. Значит, это... Значит, расходимости сокращаются. Расходимости сокращаются. Можно сказать по-другому. Можно сказать по-другому. Как и полезно иметь вот в виду такой другой подход. Вот откуда у нас селись расходимости-то? От того, что мы вот взяли и разделили вот эти вот промежуточные состояния разные. Или по-другому. А давайте рассмотрим... Мы же говорили уже, что вот это вот R. Это либо часть от поливисового пирана. Да? Вот это... Ну и понятно, что вот эти диаграммы... Вот эти диаграммы... Это либо часть от... Вот эта диаграмма. Это либо часть от вот такой диаграммы. Да? Если мы будем вычитывать нервную часть по правилам Кутковска, то как раз эту диаграмму и получим. Ну точно так же эту диаграмму мы получим, вычисляя блинные части от вот таких вот диаграмм. И проводя разные разрезания. Либо так разрезаем, либо так вот. Опять же, эти концы бленной линии, они уронут здесь. И по-разному проводим это разрезание бурня, и получим вот все эти диаграммы. Так вот. Теперь, если мы посмотрим на эти диаграммы, да? На эти диаграммы. И посмотрим, значит... Ну и что? Ну... Легко видеть, что сама по себе диаграмма никакой мимой части не имеет. Никакой сингулярности, никакой сингулярности не имеет эта диаграмма. Ну почему? Ну можно так сказать. Давай посмотрим эту диаграмму просто при отрицательных губонантах. Мы вообще работаем можем, когда раздет ручки, и вычислять ее в глиновской области. Никаких сингулярностей вообще подлинных нет. А потом мы ее все возьмем и из области отрицательных губонантах протащим аналитические продолжения в област положительных губонантах. То есть видно, что вот в этой диаграмме нет никаких сингулярностей. Сингулярности появились только когда мы начали ее резать и по-разному резать. В самой диаграмме и в мимой части никаких сингулярностей. Они появились из-за того, что мы начали делить по числу бронюстых состояний разрезания. Поэтому, в общем, иногда оказывается, что вычисление вот таких внимых частей, оно усложняет рассмотрение вопроса. И проще просто взять диаграмму, полностью диаграмму, полностью амплитудную, и брать ее в мимую часть. Ну, как бы то ни было, результат будет такой. Вот здесь будет стоять 1, плюс что там будет стоять? Альфа s на пи, да? И здесь будет 3 четвертых. Здесь cf. cf. А что такое cf? Это nc квадрат плюс 11. Видите? На 2 nc, да? nc квадрат плюс 11. И на 2 nc. И это есть как раз то, что, как раз, нежели nc равно 3, то это как раз 4,3. Правильно? И поэтому просто будет альфа s на пи. Альфа s на пи. Ну, а вот какой альфа s здесь брать? Какой альфа s здесь брать? Ну, естественно, в принципе, его может любой альфа s брать, как вы понимаете. Альфа s. Мы же знаем, что альфа s это, ну, зависит от той, это вообще, зависит от точки нотрова такая альфа s. От точки, то есть, у нас есть, мы же знаем, что альфа s это зависит от, я не знаю, от ню квадратных. Альфа s от ню квадратных. И если берем разные ню, то ясно, что мы получаем разные альфа s. Так какой же альфа s брать? Вот об этой печи, говорят, как о масштабе, на котором определяет консанция. Так какой же альфа s здесь брать? Ну, естественно, надо брать альфа s просто q. Почему? Альфа s. Почему? Ну, потому что альфа s как q квадрат. Альфа s как q квадрат. Альфа s как q квадрат. Вновь станции рев. Почему? Ну, потому что, вообще-то, я уже говорил, что это вообще-то, что мы начинаем считаем, что пренебрегаем массами всех квадратов. Да? Массами всех квадрат. Пренебрегаем. Конечно, реже квадраты массами не пренебрегать, то поправка она сложнее. Да даже здесь это выражение изменится. Даже это выражение изменится. Даже это выражение изменится. Я же не буду учитывать массу квадратов. Ну, и это, конечно, выражение изменится и сложится. Но когда мы массами квадрат пренебрегаем, то у нас что остается? вот только какие у нас есть параметры имеющие размерность энергии. Вот только q, 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 q. и все, больше ничего. А если мы еще введем, мы можем искусственно, есть еще параметры, которые мы, так сказать, искусственно будем. Это параметр точек перед Натмироном. Ежели этот параметр не совпадает с Q, то тогда у нас возможно появление логарифмов отношения Q квадрат к μ в квадрате. И ежели эти логарифмы сильно отличаются, энергетические параметры μ квадрат к Q квадрат сильно отличаются, логарифмы большие, и по правде будут быть большие. Поэтому, естественно, выбрать здесь точку, вот штаб перед Натмировки выбрать Q, равный Q. Ну, так и делается. Так и делается, конечно. Вот. Ну, дальше. Можно вычислять следующие поправки. Я не вычисли, вычисленные на 4-х петель. Вычисленные поправки. Вот, поэтому, в величине R, вот я напишу, так далее. Вот. Вот. Ну, почему они. Как бы так удалось продвинуться. Благодаря тому, что это, в общем-то, простейшая величина, которую я просто вычисляю. Я не хочу приводить эти вот вычисления. Хочу только сказать, что оказывается, что поправка, вот, 4-х петельная поправка, она оказывается, ну, при так разумных Q-квадратах, которые там, что значит разумные, которые экспериментально достижимы. или лучше сказать, что при... да, при альфа-эс, при таким же... при альфа-эс равен 0,2. Ну, это, правда, небольшие Q-квадраты, да? Оказывается, что поправка, вот, 4-х петлевая, она оказывается примерно такой же, как лишь 2-е меньше плата 3-х петлевой поправки. И это, значит, конечно, конечно, не очень приятное обстоятельство, потому что оно может сигнализировать, ну, может, оно и не так уж неприятно, но вы знаете, что ряды теории возмущений, они, вообще-то, все асимптотические, да? Все асимптотические ряды теории возмущений, оказывается. Вот. Слышали про это? А как работать? Не слышали? А что это? Слышали? Хорошо. А как работать с асимптотическими рядами? Что делать? А делать... Ну, такой принцип работы. Вот считают ряд. Первый, второй, тренинг. Считают потом... Что происходит с асимптотическими рядами? Где-то начинает на них расти. То есть, где-то следующий член разложения становится больше, чем предыдущий. И что нужно сделать? Тогда остановиться, не считать дальше. И считать можно, имея смысл беды, только тогда, когда... Затем вот пока убывают, члены ряда убывают. А дальше уже... И это ограничивает точность вычислений. Точность вычислений ограничивает. Ну, встает вопрос, а что это означает, что у нас там член... Член четырехпетлевой, уже порядка трехпетлевого, что да. Это сигнал о том, что... Что... Значит... Уже проявление того, что ряд является асимптотическим... Или это ж некая случайная все-таки вещь. Ну, вроде бы, так сходится ко мнению, что это все-таки не проявление того, что ряд асимптотический, что еще можно и дальше считать. Правда, тяжело и непонятно. Непонятно зачем, на самом деле. Ну, да. А почему ряд не асимптотический? Что это не проявление асимптотического роста. Это... Говорится, что... Большой вклад... Вот в этот... В этот... Рост коэффициентов. Ну, то есть, растут коэффициенты и все еще производит рост... Рост... Рост вот этот... Относительный рост последующих членов разложения. Из-за того, что... При баллов, если у нас альфа маленькая, если разложение идет по альфа на b, коэффициенты растут, коэффициенты растут стремительно, да? И вообще-то они... То есть, они растут факториально. В асимптотике при больших n, если вот альфа разложение идет... А n, альфа s, n. При больших n коэффициенты растут факториально, как n факториал. Так что, вот этот рост, это уже проявление факториально... То есть, то, что коэффициент... Трех-пиздимый большой, это уже проявление факториально и роскошь, что ли? Ну, вроде бы не так, потому что... Большой вклад дает... Все-таки... Большой вклад происходит из аналитического продолжения. Как я уже говорил... Как я уже говорил... Можно считать вот этот коэффициентный атератор при отрицательных квадратах. А потом его аналитически продолжать в область положительных квадратов. И при аналитическом продолжении у нас, вообще-то, появляется мимая часть, да? Мимая часть появляется... И это и есть мимая часть. Здесь нет мимой части, то когда мы сюда... Вот здесь, при отрицательных квадратах мимой части нет, но когда положительный квадрат аналитически продолжаем, появляется мимая часть, и эта мимая часть... Она проявляется каким образом? Ну, если мы говорим об асимптотике, то она проявляется через логарифм. Здесь есть логарифм квадрат, да? Логарифм квадрат, при отрицательных квадратах... Это вещественная вещь. А когда мы начинаем продолжать... положить... И логарифм... И логарифм... Вот при... Стоять... Вот... Уже в этой тепле стоит логарифм минус квадрат. Минус квадрат. Вот что это вот. Откуда эта мимая часть появляется? Когда попадает на отрицательный логарифм... Вещественная функция. Когда начинаем продолжать... В квадрат... Положительное... То тогда появляется у логарифма... Добавленная мимая часть и Пи. И вот эта мимая часть здесь и фигурирует. Ну вей from. Вей... 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 Это мимая часть и Пи. Чем дальше емь. Уже в ней высокие петли. Тем более высокая степень логарифм. И когда мы продолжаем... В... Положительный км квадратам. Возникают большие степени Пи. И вот... Рост вот этих вот контрастов... , И так повес на гигуэнде связан с этими, так сказать, с аналитическими продолжениями, и это как-то дает пользу, потому что все-таки рост, что это еще, то, что наблюдаем, рост, то, что четырехдневой коэффициент большой, это не означает еще асимпатического роста, и в принципе мы можем еще считать, использовать тем или иным исключением дальше, хотя насколько это бутуально, я не знаю. Ладно, думаю, что может кто-то дальше еще не пойдет, во всяком случае в обозримом будущем. Вот, это что касается англичной дыры. Ну еще, можно было сказать, может быть, можно, да, может быть, даже и нужно, что было бы сказать. Вот, что нужно было бы сказать. Как это все выглядит с точки зрения операторного сложения? Вот, мы же говорили, вот у нас есть матричный элемент от коммутатора, ну это мнимая часть от матричного элемента произведения, д-произведения таков, ну, и мы говорили, что главный вклад дает точка х равная нулю, да, х равная нулю, все компоненты равны нулю. А мы говорили, что при близких, даже когда эти координаты связаны тем, только соотношение, что они одна в близости того конуса другого, даже в этом случае мы можем пользоваться операторным разложением. Ну а здесь операторное разложение, конечно, упрощается. Там, когда мы раскладываем не только разное, нам надо было брать сумму во всем операторам вклад давали, во всем операторам 202. А здесь вообще только, то есть, что это означало? Оператор имеет размерность и спи, и, значит, размерность оператора приводит к тому, что коэффициентная функция при нем, при больших энергиях становится, она подавлена по, 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 ну, при больших передачах, при больших квадратах, она подавлена по квадратам, вот. Ну, чтобы суммарная размерность была одиннадцатая, да? Вот. Но там есть вот это вот подавление, оно компенсировалось еще и тем, что операторы разного спина могли давать вклад. Здесь же такой компенсации не происходит, и просто, на самом деле, здесь, в этом, когда мы рассматриваем с точки зрения операторного разложения, величину R, то вклад дает только единичный оператор в этом самом, в этой сумме по операторам, только единичный оператор дает вклад. Это соответствует вот теории возмущений. Ну, только единичный оператор, а все вклады остальные подавлены. Вот, что это означает с точки зрения операторного разложения. А на простом человеческом языке, ежели бы, значит, на прием на вот эти, на высокие потери, связанные с операторным разложением, это означает, что вот у нас есть вклад просто теории возмущений, просто теории возмущений есть вклад, который мы вот сейчас обсуждали. Но, оказывается, вообще-то говоря, что есть другие вклады. Другие вклады. Оказывается, они есть из-за того, что здесь нетривиальная структура вакуума. Да? Нереально структура вакуума. Значит, вот, диаграммы, которые мы рисовали, это вот были диаграммы такого типа. Вот, такого типа, да, для повествованных операторов. Но, оказывается, есть диаграммы вот такого типа, с глионными... А, опять же, это глионные концы, и они уходят в два пола. Таких диаграмм в электродинамике нет, а в хромодинамике есть такие диаграммы. И это связано с тем, что есть не нулевое среднее, по-вакуумное среднее, только g-menu, g-menu, ну, от а в квадрате. g-menu, а от нуля, и всё в квадрате. Видите, по-вакууму, от такого оператора есть. Ну, видите, этот оператор, он, опять, он по квадратным числам, он такой же, как и... В смысле, это у него нет... Чем он отличается от единичного оператора? Только... Никакой спины он не несёт, только он в размерности отличается, да? В размерности он отличается в размерности единичного оператора. Это тот оператор, который его... Вклад, который мы учитывали. Размерность его единичного, единичного, нулевая размерность. А размерность этого оператора? Какая размерность? Вы понимаете, что это... Какая размерность это? Четыре. Четыре, конечно. Потому что, размерность поля единица, размерности... Подвижённости это двойка. Подвижённости поля двойка, квадрат, еще и четыре. И поэтому... Ну, соответственно, коэффициентные функции при нём, они будут подавлены по квадрат, как единичный на квадрат четвёртый. Поэтому, значит, вклады этих операторов не... Когда мы рассматриваем полное сечение, то они обычно при рассмотрении ЧНР обычно пренебрегаются. Пренебрегаются. Но, значит, тем не менее, вот мы ещё вернёмся к этому вопросу, к вопросу о вкладе этих операторов. И когда мы рассматриваем дискуссионные правила СНР, и... Тогда нам придётся его читать, да? Уже право. Да. А куда гулион-то девается? Ну, вот... Как? Куда? Ванку уходит. В смысле? Ну, ёж, ну, лево-интурс. Это... Ну, уходит. Есть такие диаграммы, которые... Ну, да... Вот, значит, нежели... Нежели бы это было... Нежели бы вы смотрели... Ну, даже... Даже вы это не знаете. Смотрели бы, вот, полиэкционный оператор... Ну, ладно, напишу всё-таки такую... Нежели бы у вас было... Внешнее поле, да? Внешнее поле у вас было бы... Внешнее поле... Да? Однородное... Постоянное внешнее поле было бы, да? Да. Такие диаграммы работали бы? Естественно, работали. Было бы тогда... Нет, подождите. А вот у вас глионы опять? Нет, у меня глионы. А это фотоны. Да. Ну, я говорю, да даже в электродинамике, если возьмёте, в электродинамике... Вот такие диаграммы с фотонами... Внешнее электромагнитное поле есть, да? Такие диаграммы есть, правильно? Такие диаграммы есть. Но... Но... Значит... Ну... Вот есть такие диаграммы. Их можно вычислить через... Они выражаются через напряжённость внешнего поля. Через напряжённость внешнего поля, да? Если это напряжённость внешнего поля... Ну, почему через напряжённость? Просто из-за того, что есть у нас приборочная инвариантность, да? Если напряжённость внешнего поля средних нулю, да? Они... Их вклад исчезает, да? Но, оказывается, что вот в кроводинамике... Ну, то есть, можно их вытащить вот через то, что я описал, заменю в квадрате, да? Но, оказывается, в кроводинамике вот это вот среднее по вакууму от этого оператора не равно нулю. То есть, это означает, что нитридиальный вакуум у кроводинамики. Ну, такая... В отличие от ванковой электродинамики, считается... Ну, не считается, таков... Там природа устроена. Нет среднего значения от венюра в квадрате. И от венюра напряжённости электрического поля. Напряжённость... Напряжённость электрического поля... Ну, квадрат напряжённости... Он связан только с наличием внешних источников. Выключили источники внешние, всё, исчезла напряжённость, да? Ну, здесь тоже среднее... А здесь выключили внешние источники. А в заменюх квадрате осталось. Ну, конечно, квадрат. Потому что это, может быть, скалянка. Да? Ну, да. Ну, вот, среднее значение от вагуума в заменюх квадрат оказывается отличного от нуля. Это такой нитридиальный факт, который, значит... Ну, как-то был осознан при исследовании вот этих вот экспрессионных правилцов, о которых мы будем ещё говорить. Ладно, пока мы на этом... Что ещё? Получается, вот, летит гулион с импульсом, правильно? И он может перейти в амбуру просто так? Ну, конечно, нет. Потому что гулион с импульсом... Импульс-то нулевой. Ну, как? Закон сохранения импульса существует? Нет, должен существовать. Ну, как? Конечно, закон импульса существует. То есть именно только виртуальный гулион может перейти в амбуру или что? Никакой гулион в амбуру не может перейти. Никакой гулион не может перейти в амбуру. Ну, такой диаграммы, конечно, нет, но она противоречит просто ловиться в реальности. Да? Ну, да, но... Такой гулион. И поэтому гулион не может в амбуру перейти. А я говорю, что существует вот среднее значение от жилья в квадрате полов. Я еще раз говорю. Таких диаграммов, конечно, нет. Потому что они просто запрещены законами сохранения. Всяким законам сохранения. Законом сохранения цвета. Законом сохранения момента импульса. Спина и момента импульса. Ну, чем угодно они запрещены. А такие диаграммы, еще раз говорю, вот такие диаграммы, они не запрещены веще. Не запрещены. Да? Такие диаграммы веще не запрещены. И они выражаются через ту величину, о которой я говорил. Это среднее квадрате. То есть обязательно наличие вот этого патона, который квадрат или нет? Ну, вот такая диаграмма. Ее как-нибудь еще веще можно ли? Или нет? Ну, я могу нарисовать такую диаграмму, да? Но она же не наблюдаема. Я как-нибудь наблюдаемых величинах, в которых проявляется вот это среднее квадрате, так вот он проявляется в поляризации вакуума. Существованием в длинную квадрате отличного от нуля проявляется в вакууме. В вакууме, который влияет на поляризационный оператор. Ладно. Дальше пойдем. Ну, это величина r. Это простейшая величина, которую можно вычислять. Следующая... А! Простейшая величина, которую можно вычислять. Ну, еще можно поговорить о других величинах, которые имеют смысл вычислять, которые вычислялись, и которые, ну, я не знаю, которые можно юридически вычислять, и для которых можно справиться экспериментом. Вот мы говорим, что полное сечение, и в нем, конечно, никакой... Мы говорили, никакой... То, как происходит антонизация, это совершенно неважно при вычислении полного сечения. Но можно считать, что антонизация... То, как происходит антонизация, она применима... И процесс антонизации, его такие, какие-то специфические черты, они не важны не только для полного сечения, но и для, так называемых, струйных событий. Вот как выглядит с точки зрения квантовой хромодинамики все-таки и в усилении антонизации? У нас рождаются квантов и квантов. И они... Рождаются они где-то, ну, можно сказать, в одной точке пространства. То есть, ну, не в одной, но размер этой... Размер этой... Размер этой области... Это порядка, я не знаю, падает с С, да? Вот в такой области с энергией. В такой области пространства рождается кварк-антикварк, разлетается. Ну, наблюдаем-то мы не кварк-антикварк, а как? Что же происходит? В общем, здесь можно только качественно как-то какую-то картинку рисовать, что происходит. Ну, и даже качественно есть разные языки, разные слова для объяснения того, что происходит. Ну, можно так говорить, что вот, разлетаются, значит, понятно, что происходит процесс разлучения глионов. В леоны рождаются, значит, в свою очередь рождают кварк-антикварк, и варк-антикварк пары, и идет такой процесс вот, такой... процесс... Размножения, партомного размножения, да? Партомного размножения. Дальше, вот эти вот... здесь можно выделить те кварк-антикварк, кварк-антикварк, кварк-антикварк и глионы, которые имеют большие импульсы. Ну, конечно, если мы можем считать, что те импульсы, которые имеют составляющие импульсы в направлении начального кварка, направление рождения начального кварка, они как-то... ну, как-то они могут объединяться в бессветные объекты, во что-то типа аналогов. Ну, понятно, что для того, что... понятно, что все-таки, если мы так будем рассматривать только те глионы, кварки и антикварки, которые летят в этом направлении, отдельно и в этом направлении, отдельно, то у нас полного обеспечения никто не будет. Здесь все равно как-то нужен обмен мягкими совершенно глионы между этими и этими. Можно так говорить, что этот кварк рождает струю в направлении своего движения. И этот кварк тоже рождает струю в направлении своего движения. А почему струю? А потому что, ну, характерный дельтоникулярный импульс, он считается, что он определяется все-таки вот этим вот самым параметром лятной гюсиньки, и он порядка нескольких... порядка... ну, так я не знаю, пара сотен мэф, три сотни, три сотни мэф, порядка лятной гюсиньки. И поэтому, если продольный импульс или кто в поперечный фиксирован, то у нас мы имеем дело со струей. Ну, и в струе могут быть такие... происходить... ну, какие-то процессы объединения партона в бессветной составляющей. Ну, я еще раз говорю, что все равно полного обеспечения не... нельзя добиться, потому что каждая эта струя изначально, она несет цвет. А для полного обеспечения необходим, конечно, какой-то обмен совершенно мягкими бальтовыми блеонами. Либо говорят о мягких блеонах, либо говорят, что на языке струн таким образом струн натягивается струна между этим кварком и антикварком, блеонная струна. Потом она бьется, и на концах ее образуется кварк и антикварк, которые обеспечивают... вот полностью обеспечивают... приводят полного обеспечения струи. Во всяком случае, процесс этот... описать этот процесс до сих пор... можно только слова приговаривать. Описать как-то, сколько-нибудь количеств, это не удается. Но, тем не менее, если мы посчитаем, что для этого процесса существенно только малый перпендикулярный импульс, вот для процесса обеспечивания, для процесса огранизации, существенно только малый перпендикулярный импульс, то при больших идентиках мы можем говорить, что вот у нас рождаются... ну, преимущественно, что мы должны наблюдать в процессе диплюс и минус регуляции, что у нас летят две струи в разных направлениях, в противоположных направлениях. Вот такая картинка приводит к представлению о струях. Есть струи, которые летят в разных направлениях. И можно попытаться посчитать сечение рождения этих струй. Ну, там нужно вести бать... Для того, чтобы считать сечение, нужно как-то количественно определить, что такое струя. Ну, можно... Вот одно из определений было дано с терпоном и вайперком. Они предложили вычислять сечение таких процессов, в которых в конус, в противоположных конусах размером дельта. Тут есть два конуса противоположных размеров, угловых размеров дельта. И... И давайте считать сечение таких событий , таких событий, что, значит, эти конусы конуса размером дельта и энергии, которые в них уносятся, это есть корень из s умножить на единицы минус дельта. Ну, то есть... Минус тоже дельта. Ну, другая дельта, я не знаю. Это дельта много меньше единиц, и это много меньше. То есть в этих конусах у нас почти все энергии. Почти все энергии. Все-таки... Ну, это вот какое-то количество определения двухструйных событий. есть? А, куда я на юге делюсь? Не понял. Вне конуса. Вне конуса. То есть какая-то часть вылетает? Какая-то часть вылетает? Какая-то часть вылетает. сечения. Да. Но важно то, что эти сечения... Это... Это... Есть определение каких-то событий, которые экспериментально можно выделить. Это раз. И можно эти события... Сечение этих событий посчитать. Это два. И можно сравнить это сечение. Вот в чем, значит, идея-то. Ну, надо как-то определить. Мы говорим... Ну, наивно говорим о том, что вот у нас у нас летят струи. Ну, ну, как-то надо эти струи определить? Так вот, это одно из определений струи. Есть и другие определения. Это вот определение, я говорю, предупреждение Стергум и Бандер. Оно уже начало было... Они первые вот заговорили о вычислениях сечений струиных событий. О том, что события имеют вид струи, это говорили и раньше, но это и наблюдали. Наблюдали там еще на ДЭПе, на методетекторах Дорис и Петра, даже на методетекторах это были, так сказать, коллайдеры называются, Дорис и Петра. Детекторы, я уже не помню, как они называются. Так вот, такие вот это определение струиных событий. Ну, и можно считать сечение этих событий. И как же оно будет... Ну, можно... Ну, как оно будет выглядеть, это сечение? оно будет... Ясно, что... И это сечение, конечно, будет зависеть от угловы, или, конечно, струей. И осень Пучков, да, конечно, и можно будет измерять вот эту угловую зависимость этого сечения. Ну, понятно, что угловая зависимость это в бордовском приближении. Ну, давайте в бордовском приближении. Что такое углы? Ну, что это за сечение? За сечение? За сечение какое-то, конечно, будет ДСИГМА ПДО, ДО, А, Э, О! Это, видите, интересный уклад. Уже струи. Ну, как? Можно вот это... Вы говорите... Ну, лучше говорить уже, может быть, даже не в элементе телесного угла, а вот интеграл... Вот это сечение, это Дельта, очень маленькое. Для того, чтобы говорить всё-таки о струи, нужно, чтобы этот угол... Конус... Угол, вот этот Дельта, это угол... ну, 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 можно выделить, можно говорить так, что, давайте выделим ось струи... можно ее... э... 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 говорить... ну, можно... выделять, можно по-разному эту ось выделять, как... направление вылета самой энергичной частицы струи, самые... наблюдающие адроны, вот есть самый энергичный адрон, и вот Дельта, это угол... э... угол... максимальный угол вылета каких-то других адронов по сравнению с этим адроном, и вот Омега, это интересный угол для вылета этого адрона. да? да? а вот самое энергичное, это в смысле с массой покоя учитываешь или нет? ну... с массой... ну... когда мы говорим о струе, то мы говорим все-таки о больших энергиях которые велики по сравнению с массой покоя, да? ну, может и массу покоя учитывать, может и и учитывать, это по-разному... понимаете, это... в принципе это не важно это только может быть важно по отношению... ну, то есть либо это может только усложнять вычисление да? учет этой массы покоя конечно проще всего проводить вычисления пренебрегая вообще всеми массами да? а они же не могут отдельные они же просто ну, какой-то вот большое энерго выделение на них не могут разделить отдельно? что? ну, а дроны как же они не могут? конечно могут ну, а как же мы можем говорить о угле разлёта о конусе вот этой струи если мы не можем ну, разве они не склеиваются все там толстые, наверное если у них маленький угол перечный ну, перечный разброс маленький ну, почему же они склеиваются? наблюдаются отдельные отроды нет, конечно ну, вот этот угол этот угол этот угол на каком углу тогда? а? на каком углу определения? ну, вот в радиаторах в радиаторах величина дельта ну ага эта величина понимаете в чем дело эта величина должна быть много меньше единиц да? много меньше единиц поправки сечения считается с точностью до величин до величин порядка дельта да? ну с какой величиной вы можете понимаете эту величину я же не могу сказать большую величину да? но теоретическая точность будет плохой да? ну обычно это величина берется я не знаю ну какая же она берется экспериментальная какие они берутся ну я не знаю одна пятая дельта или какие я уж честно говоря не знаю какие же экспериментально берутся эти величины нет ничего даже у меня и не сказано на эту тему не знаю ну по моим представлениям это вот причина порядка 1 и 5 я просто хочу рассказать вам об идее вот этих вот струйных вычислений и экспериментов струйных так вот говорю что вот ведем с точки зрения теории мы рассматриваем вот такие события когда понятно что вычисления мы можем проводить только в нескольких порядках его и возмущений сейчас мы будем говорить только о только о первом следующем о первом следующем законовский порядок и понятно что в форновском преднешении у нас что это за сечение это просто понятно что в форновском преднешении у нас рождается просто рождается кварт и антихвард только конечно они удовлетворяют тем критерием да что вот струя угол размет угол раствора струи меньше чем дельта и энергия почти сюда у нас вся энергия да вот дельта на корень из с это та энергия которая вне гонуса гонус вот вот эта энергия а вне конуса это на вся остальная энергия то есть корень из с минус это это есть дельта на корень из с вне конуса легчится энергия дельта на корень из с но в кольмском передвижении вне конуса вообще ничего не легчим и это просто есть действительно струи я напишу в карте Две струи. Двухструйные события. Сечение двухструйных событий — это и есть просто Д-сигма-бордовское. Д-сигма-бордовское — просто рождение, ОДО. А что это за сечение Д-сигма-бордовское, ОДО? Что это такое? Как можно понять, что это есть альфа в квадрате делить на Д-с? А здесь будет что стоит? Единица плюс косинус квадрата Д-сигма. Откуда это берется? И как вы можете кольцент как можно досчитать? Кольцент как можно досчитать? То, что единица плюс косинус квадрат. Откуда это берется? Это угловое распределение. Понятно, что мы его считали просто по диаграммам Феевна, мы его считали. А можно его просто по диаграммам без всяких посчитать. Если считать, что вот рожденные квадраты тоже ультравитилистские, и просто можно посчитать, используя только закон сохранения стиральности и закон сохранения полного момента импульса. Это угловое распределение считается. А этот коэффициент считается просто, если возьмем интеграл по Д-Ом, то мы должны получить 4 ими на 3, да? 2π, значит так, интеграл по косинусу θ от этого угла, от этого выражения будет 2 умножить на 1 плюс, что здесь интеграл от косинусу квадрат, это плюс 1 3, да? То есть 4 третьих. 4 третьих, 8 третьих. 8 третьих – это интеграл по косинусу и еще на 2π. Интеграл по углу φ, значит, получили 16 геннаторий, а нам надо полный интеграл в 4 геннаторий. Значит, это 4. Вот такое выражение, да? Вот такое выражение для формовского сечения. А дальше надо считать поправки. Поправки. Значит, 1 плюс какие-то поправки. А почему мы не учитываем, что у нас заряд уже 1 треть? А-а-а, это еще на R, конечно, надо умножить. Конечно, да. Конечно, на R0, на R0. Так, правильно выражение. Совершенно правильно. Так, вот, а как считать поправки? Ну, поправки – это самая важная вещь и есть для сравнения тоже с экспериментом. Значит, как мы их считаем? К сожалению, подсчет их не такой тривиальный. Как вы понимаете? Когда мы считаем поправки к R0, то это была сложность. Опять же, вы должны, значит, учесть виртуальные поправки. То есть, есть опять поправки. Что у нас вносит вклад в это сечение? Конечно, конечно, опять кварка… Вот эти две струи опять могут состоять из кварка и антикварка, да? Но только сечение мы должны считать уже с учетом поправки. Ну, то есть, вот здесь у нас, здесь вот… Это вот выражение для полной поправки, оно складывается из виртуальной поправки, да? Виртуальная поправка, ну, которая считается так же, как поправка виртуальная R0, плюс реальные поправки. А реальные поправки, они… Что мы должны посчитать? Мы должны посчитать… Ну, можно их посчитать, в общем-то, таким, все-таки, реальные поправки. Можно посчитать, используя приближения, разные приближения. Можно посчитать так. Давайте посчитаем поправки, реальные поправки. Значит, из чего они могут складываться? Это есть поправки за счет, значит, за счет излучения мягких льонов, пардон, мягких льонов. Излучение мягких льонов может проводиться, ну, как-то разделим излучение мягких льонов. И, конечно, нужно вводить вот какой-то паразм здесь, хотя можно и не вводить. Можно так сказать. Давайте вот считать мягкие льоны, которые имеют энергию меньше, чем льонов умножить на корень из-за. Видите, тогда излучение… Тогда сечение с излучением этих фотонов глионов, оно, конечно, относится к струйному самому типу, потому что оно углубляет критерию струй. Вот есть такая поправка за счет мягких глионов, и есть поправка за счет простых. Но кореньярные глионы. Если есть у нас излучение жестких глионов, да, жестких глионов с энергией больше, чем вот этот корень из-за сна-дельта, да, то они могут излучаться только в определенной биологической области, потому что… То есть, вблизи, в направлении… Ну, скажем… Внутри вот этого конуса могут излучаться любые глионы, да. Ну и понятно, что будет зависимость… Есть ограничение на энергию глионов, на энергию излученных глионов, которая зависит от обоих параметров. И этого и… Вот. Знаете, ну, это просто более-менее понятная кинематика. Нетрудно с ней, во всяком случае, разобраться. Может быть, вы на семинаре так же это проделаете. И вот приходится считать такие вот составляющие. Но, надо сказать, что, поскольку угол этот маленький для… Для вычисления материнского элемента для вот этой поправки, нам… Мы можем использовать панелиарные приближения… Ну, это те же… Приближение… Приближение… Квазириальных… Квазириальных электронов, которые… Используют… В принципе, это тоже самое приближение. Для изучения… Для вычисления этой поправки мы можем использовать приближение мягких… Мягко-флотлонное приближение. Оно ничем не отличается от мягко… Мягко-флотлонного в этом случае. И… Вообще-то, конечно… Каждое впечатление каждой составляющей требует… Ну, некой работы. К сожалению… К сожалению, из труда не вытаскивается из труда. Да? Вот. Ну… И… Сами не понимаете, что это сечение расходится… Вернее, симулярно, как нет, не знаете, в квадрате, как мы уже говорили, да? И это сечение – симулярно, и это сечение – симулярно. Нужно работать… Сейчас такое… Размерностные регулизации использовать и… Сокращать эти симулярности. Ну… В результате… Я могу даже выписать оттеки эти поправки, да? Хотя… Может, не имеет смысла это делать. Но в результате… Вот… Эта сумма… Она представляется… Не буду тратить на исследование… Правда? Время… Но… Время… 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 Алисты… Время… Время… Вот это вот… Сюда, здесь… а, вернее, не плюс 1, альфа-с на π, cf, ну это понятно, конечно, никуда с него не денешься а здесь-то 4, логарифм дельта, логарифм дельта понятно, что у нас есть расходимость, логарифмическая зависимость, конечно, она остается поправки, видите, если мы возьмем, здесь, если брать дельта очень маленький, то вот эти дельта нельзя брать дельта, здесь такое вот противоречие, да, что нельзя дельта брать очень маленьким потому что, когда поправки большие, да, мы можем получить вообще отрицательный результат а, вообще, да, отрицательный результат вообще не получим, но, ну, да, можем и получить, конечно, можем и получить да, к сожалению, плюс, плюс 3 логарифм дельта и плюс 3 квадрат на 5 минус 5 вторых вот, давайте обсудим вот этот вот результат вот, вот это вот вся поправка, да, вся поправка я говорил, виртуальная поправка, она, конечно, отрицательная виртуальная поправка отрицательная, и она имеет символякность минус единицы на х в квадрате Вот эта вот поправка, она минус единица на х в квадрате. Вот эта поправка, она, конечно, положительная и тоже имеет сингулярность. Но сингулярность это такая, единица на х в квадрате, а здесь стоит дельта в степени, ну, дельта в степени х в квадрате. Дельта в степени х в квадрате. И, конечно, когда выпук проводит разложение по х в квадрате, то эти сингулярности сокращаются. И здесь есть это мягкое излучение, вклад излучения мягких патонов зависит только от одного параллельга, а этот вклад зависит, он имеет меньшую сингулярность, уже только единица на эпсилон. Почему? Потому что здесь эта часть имеет сингулярность и инфракрасную и коллинеарную. А здесь только коллинеарная сингулярность, это есть единица на эпсилон. И здесь стоят какие-то величины, зависущие от дельта. Ну, я не буду выписывать, ладно. Единственная цена здесь, пардон, сингулярность. И здесь стоит дельта в степени эпсилон и логарифм дельта. Такого типа, на самом деле, сингулярность. Который можно так из общей соображения предсказать. А вот, когда мы, ну, здесь, конечно, константы, не настоящие, но константы стоят. Ну, это впечатление не такое привиальное. Но, тем не менее, оно проделано. В общем, оно даже вам доступно, это впечатление. Хотя, не совсем привиальное. Ну, когда-то оно было проделано. И вот эксперименты даже были сравниваны с экспериментом. Проводилось сравнение с экспериментом. И как-то даже отсюда какие-то, видите, отсюда даже извлекались значения альфа. Альфа. Здесь же стоит вот альфа-с. Ну, здесь зависимость от двух параметров, конечно, важна зависимость протетрическая. Но еще, в первую очередь, важна зависимость вот этого бонусского сечения. Вот этого бонусского сечения. Оно нам что там говорит? Что вот, если 1 плюс 8 в квадрат, зависимость, она явно была видна. И это означало, что рождаются вот эти вот подноды, которые рождаются. Это именно квадки. Это же уголовое воспринение, которое характерно для спины 1,2. Для рождения частицы со спином 1,2. Со спином 1,2, со спином 0. То есть будет... Кто это понял? Какой уголовый воспринение будет? А? Синус квадрат. Это правильно. Замечательно. Молодец. Да. Синус квадрат будет. Да. Вот. А наблюдали, конечно, и в принципе с 8 в квадрат. Это свидетельство о том, что спин рожденный частиц 1,2. Вот. Ну и... Так. Но... Еще более интересное... События, которые тоже можно выделить, и тоже выделялись экспериментально. Сейчас мы пока говорим о событиях двухструйных. Двухструйных. Да? Двухструйных событиях. Но... Ведь на самом деле есть и трехструйные события. Конечно, их меньше. Но они есть, конечно. Потому что... Вот мы говорили так. Вот... Двухструйные события. Рождается кварк-антихварк. И потом они... Значит, каждый из... Каждый из кварков и антихварков рождает свою струю. То есть... Рождаются... Излучаются батоны... То есть турблеоны... А турблеоны конвертируются в пары. И все... И все эти частицы... Имеют малые рожденные... Маши рожденные. Имеют малый третикулярный имя по отношению к первоначальному паре. А... А есть же другие события. Я думаю, что есть другие события. Это вот такие события, когда... Когда... Вот... На диаграмме Фейдова, если говорить... Вот я диаграмму... Нарисую так... Диаграмму... Вот так вот. Здесь батон. Вот здесь вот кварк. Вот здесь вот... Антихварк. Так... И есть вот такие события, когда здесь плетчик... Под большим углом идти. Да? Рождается. Под большим углом. Но он, конечно, рождается и отсюда, и отсюда. Если он идёт под большим углом, то, конечно... Я же не... Вы говорили... Если у нас плетчик рождается... В направлении этого идут. Да? В направлении этого идут. Но мы можем использовать физическую калибровку... И рассматривать только диаграмму... Только фейдовскую диаграмму такую... Да? Вот здесь вот плетчик. В соответствии с приближением... Квазиреальных калибровок. Да? Рассматриваем такие... Так использовали физическую калибровку... И это такие... Рассматриваем только такие диаграммы. А если под большим углом, то, конечно... Надо обязательно... Интерференция важна. Тогда под физической калибровки... Но хоть в какой... Любовь говоря, надо смотреть... Вот у меня вот такие... Обе диаграммы... Какой блок от земли. Вот такой... Есть такой процесс, конечно... И при этом... ... каждое... Есть такой процесс... Когда этот... Импульс большой... Да этот импульс большой... Конечно... Увал большой... Энергия большая... Да? Энергия большая... Одного порядка у всех энергий. И как будет выглядеть этот процесс? Ну, понятно, что теперь уже каждый из этих энергичных портов родит свою струю. И это будет уже трехструйное событие. Трехструйное событие. И можно определить сечение трехструйного события. Опять же, можно его по-разному определить. Но я не буду на этом останавливаться. Но в Борденском приближении это сечение можно посчитать? Это сечение трехструйного события. В Борденском приближении это просто было бы сечение квадратного рождения. А это в Борденском приближении трехструйное событие будет выглядеть как просто сечение квадратного антикварка и глиона. И это не трудно, в принципе, посчитать. Ну, конечно, не трудно. Это тоже самое, что в электрогнамике, на самом деле. Сечение рождения миона, ми плюс, ми минус и гамма. Отличается только сетовым фактором любых сечений. И, значит, и сечение, если мы так ведем, вот, так вот я напишу. ДСИЗМА, 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 ТРИДЖЕ, да? По ДХ, ввиду, Х плюс и Х минус. ДХ плюс, ДХ минус. ДХ плюс и Х минус это энергии, квартка и антикварта. Относительно энергии. Энергии квартка и антикварта. Деленые на энергию начального электронного глипозитрона. Какое-то это сечение, оно будет вот чему равно. Оно будет равно, так, вот чему. Оно будет равно, значит, Р на 4 третьих Пи альфа квадрата делить на С. Это вот, на самом деле, сечение, где плюс и х минус вадон, я просто выглядел, да? А здесь будет стоять вот такой коэффициент 2 третьих, нежели я правильно помню. Альфа с, у Альфа с, естественно, появится, да? Альфи, естественно, появится. А дальше будет вот, что Х плюс в квадрате плюс и х минус в квадрате делить на единицу минус и х минус. Вот такое будет сечение, выраженное через х плюс и х минус. Я говорю, что х плюс и х минус. Ясно, что симметрия должна быть по х плюс и х минус, да? Симметрия должна быть по х плюс и х минус. Вот, и что здесь, на самом деле, что можно, вот этот коэффициент, конечно, поискали 2 третьих коэффициент, то надо сообразить насчет этого коэффициента. Здесь, а вот это вот есть сингулярность, на самом деле, когда сингулярность, инфракрасная сингулярность. Да, ну, то есть, как-то что-то можно предсказать из этого общего вида, я повторяю, что у микрокрасную сингулярность можно предсказать симметрию по х плюс и х минус. Ну, конкретно, конечно, коэффициент, и так, и вообще-то, и эту формулу тоже предсказать трудноважно. Ну, надо считать, что делать. Надо считать. Но, вот, и, конечно, это распределение, вот это распределение, оно специфически именно для того, что вот эта частица, грион, имеет спин единица. И вот одно из таких глобальных, основных заслуг, которые приписывает себе Дези, это называется открытие гриона. Открытие гриона. Был открыт грион. Как он был открыт? А вот считается открытием то, чтобы трехструнные события согласовывались с вот этой формулой как раз. Вот это и есть открытие гриона. Я же не вам буду говорить, что вот в тезе был открыт грион. Вот это означает, что были наблюдены трехструнные события, и эти трехструнные события, вот, имели, согласовывались с таким распределением. Так, пожалуй, на этом мы и завяжем. Да? Вопросы? Это кроме того, что спина и не изгубленного, а тут еще зависимо от того, что у кварка могла быть не одна вторая спина? Нет, то, что у кварка спина одна вторая, это было уже вот так забито темно. А, ну, это и так у школы. Да, конечно, конечно, это все, то, что я говорю, то, что я говорю, это мы считаем, считаем, я же говорил, мы пренебрегаем массами. Вот во всех этих вычислениях мы пренебрегаем массами кварков, да? То есть находимся заведомо далеко от порога рождения, кварков, 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 да? Я же, да? Если не пренебрегать, то это бы описалось, что все равно нет? Нет, конечно. Все, значит, все равно не описало. Понимаете? Вот, скажем так. Давайте говорить о рождении о рождении не плюс, не минус на просто не плюс и минус на негуляции, но рождаем не плюс, не минус, да? Как ведет себя сечение? Вот, конечно, у него есть порог, да? И на пороге, как вы знаете, на пороге мы должны учитывать кулоновские поправки, да? Которые делают... Вот я же рисовать просто сечение, да? По сечению рождения вот здесь будет где-то там, я не знаю, здесь это 4 µ2, µ-масс-эмисон. Это порог, да? А здесь где-то там, неналеко, но сечение на пороге, в пороговском приближении, сечение на пороге обращается в 0, да? Правильно? Как оно обращается в 0? Как в b, да? Как скорость, да? Но, с учетом всех кулоновских поправок, вы знаете, что вблизи порога, вблизи порога мы... Теория... Просто теория возмущений, неприменима теория возмущений. Почему? Потому что у нас есть кулоновское взаимодействие, да? Кулоновское взаимодействие. А какое условие применимости теории возмущений кулоновскому взаимодействию? А? Не помните? Алифа на В. А? Ох, молодец, опять молодец. Альфа на В много меньше единиц. АВ средится к нулю, правильно? Поэтому, конечно, неприменимо. Надо суммирует все кулоновские поправки. Все члены альфа на В посуммируют. И мы с вами обсуждали, что это суммирование приводит к тому, что сечения умножается на Пси от нуля по гололю в квадрате. Которая как раз убивает... Которая есть альфа на В как раз. Ну, альфа на В там и делить еще на единицы, минус е в степени альфа на В, да? Но когда В стремится к нулю, это просто альфа на В, да? И сечения здесь не в ноль обращается, а в В, ну, а вот маленькую, потому что альфа маленькая, да? Сечение, что-то вот так оно себе ведет. И потом падает. Падает, как единица на С, правильно? Сечение. А что же происходит ниже порога? А? Ну, конечно, ноль. И ноль есть, а? А пики есть. Есть связанные состояния, которые как проявляют себя? Вообще-то говоря, вежливые, они проявляют себя как пики. Вот здесь вот пик есть. Вот это вот расстояние, это есть Риндберг, да? Да. Ну, правда, ладно, два альфа тогда. Будем как, два альфа. И не С сюда откладываем. Здесь сиха, а здесь два кульдизеса. Правильно? Вот на расстоянии Риндберг, здесь основное состояние, правильно? А, вернее, фу. Да, на расстоянии Риндберг есть основное состояние. А вот между этим основным состоянием и порогом что происходит? Ну, целая серия состояний, причем, они сгущаются сюда, вот здесь к нулю, правильно? Ну, энергия минус единица на Риндберг умножить на минус единица делить на n квадрат, правильно? То есть здесь есть, ну, я не знаю, вот давайте так, здесь основное состояние, здесь первое возбужденное, да? Первое возбужденное. А здесь еще ближе к нему второе возбужденное. И так, вообще-то, здесь уже, ну, они сгущаются сюда. Сгущаются, знаете, состояние. Ну, конечно, значит, нежели бы у нас было совершенный детектор, да? И совершенные пучки без всякого разброса, да? Ну, правда, значит, вот я нарисовал эту энергию, я нарисовал вот здесь печок. Но этот печок, конечно, он размытый, правильно? Почему он размытый? Потому что основное состояние все-таки оно не... Ну, я не знаю. Наше основное состояние, но это же основное состояние ни плюс, ни минус, ни минус пара, да? Оно же нестабильное состояние, да? Во что оно может переходить? Это... Это позитронию, да? Ну, не позитронию, а мионию, мионию, да? А эти все остальные, эти вот я нарисовал, это возбужденные мионии, да? Вот есть пони, основное состояние. А есть возбужденные мионии, но все они нестабильны. И какая ширина у них? Какая ширина? Ну, ширина их определяется распадом, либо в... Либо... На самом деле... Распадом... На что? Это мионии, это мионии, но есть, как вы знаете, есть пара мионии и порта мионии, да? Какой же здесь, здесь есть? Какие мионии мы можем наблюдать в е-плюс и минус аннигиляции? Трифотонные распады? А? Орта, конечно, мионии, орта мионии, да. Вот, орта мионии. Они распадаются на трифотона. Но у них есть... На самом деле у них есть ширина, связанная с трехфотонным распадом, да? Но у мионии есть ширина, связанная еще и с чем? С распадом? Е-плюс и минус пар. Е-плюс и минус пар. И эта ширина больше, чем ширина распада в трифотона, правильно? Эта ширина больше. То есть, эти линии, они имеют конечную ширину, да? И... Ну и где-то с какого-то... С какого-то... Рена... С какого-то... Номера возбуждения. Они сливаются. Да? Сливаются просто. И образуют здесь сплошной... Ну, я не знаю. Сплошной... Сплошной спектр. С линейцем образовались... Образовались сплошной спектр. Я нарисовал их вот здесь с такими высокотними. На самом деле, они низенькие, понимаете? И наблюдение их... Невозможно. Невозможно. Потому что... Оно невозможно, потому что, во-первых, ширина... Э... Распрос по энергии... Вот, конечно, не позволяет выделить каждый отдельно... Э... Леонии, да? А во-вторых, они... Весь интеграл оказывается маленький. Невозможно наблюдение их. При современных светимостях и разбросах энергии. Но, в принципе, оно возможно наблюдение, понимаете? Можно выделить этот самый... Во всяком случае, вот, нижнее состояние, оно еще... Его можно выделить. В принципе. Я говорю, что оно не... Не... Ну, ширина его не такая, чтобы оно... Это состояние перехрылось уже с этим русским дождем. Так вот, я говорю о биотии, да? Ну, для кварков... Для кварков и антикварков то же самое ведь на самом деле, да? Другое дело, что в биотии мы можем все посчитать, а в кварков и антикварков... А в состоянии... Для связанных состояниях кварков и антикварков ну, не все можем посчитать. Но картинка, в принципе, та же самая картинка, понимаете? И для... Ежели... Масса... Масса кварков достаточно большая, то мы можем... Ну, скажем, для б-кварков. Для основного состояния... Для б-н-д-б. Вот для основного состояния более-менее работает... Ну, конечно, невоспущенческий вклад. Вклад потенциала, который обеспечивает конфайм. Потенциал... Потенциал... Потенциалная модель для описания связанных состояний в б-кварках, ну, не из-за связанных состояний. Она работает. Но потенциал, как вы знаете, как вы обсуждали, это есть потенциал, значит, ну, грубо говоря, единицы на R и плюс... Плюс какая-то константа на R. Линейно растущий потенциал, который обеспечивает конфайм. Но для основного состояния вклад линейного вот этого потенциала он не так, во всяком случае, качественно, он не меняет картины совершенно. Поэтому... Но... Поэтому описание... Качественное описание основного состояния вполне такое же, как в... в электродинамик, как для миони, понимаете, качественно. Ну... А... пренебрегли. Все, уже у нас нет никаких связанных... Я же массами пренебрегли, то... Вот все, мы уже... Что значит пренебрегли массами? Что мы страшно далеко от порога. Так что S немного больше, чем вас. Понимаете? Корень из S много больше, чем вас. Вот что это означает. Вот, к примеру, на каком-нибудь ромезоне. А? На каком-нибудь ромезоне так и есть, и только углубитые кланки, там энергия больше, ромезон, чем-то здесь. То есть, если мы возьмем все понятные... Вы понимаете, что там мы ничего... На ромезоне мы ничего посчитать не можем, там теория возмущения неприменима. Да? Там все сидит на... Ну, теория возмущения просто неприменима. Там... Понимаете, когда мы говорим вот о амионии, да? Вот об этих связанных состояний. Мы говорим... Вот... То, что критически важно, это то, что мы используем для описания этих состояний нерелитивистскую квантовую механику. Да? Нерелитивизм у нас система нерелитивистская. И это справедливо для тяжелых... для кваркониев, то есть в состоянии тяжелых кварк-антихварк. Но чем определяется нерелитивизм? Оно... Нерелитивизм определяется константой связи. Константой связи... А если константой связи порядка единицы, то никакого нерелитивизма нет. Все, никакой... Никакого квантово-механического описания нет. Понимаете? Ну, тем не менее, все равно можно говорить, что кваркер существует там, если бы не было. Или мы можем говорить, что в принципе там как бы и нет в общем. Ну, что значит... Ну, я не знаю. Почему же нет? Ну, конечно, кварковая рознезонка это связано с состоянием кварков, антикварков и глионов. Да? Но, в принципе, мы даже... Ну, наверняка там есть глионная компонента, наверняка есть кваркер-антикварковая компонента. Понимаете? Когда мы можем представить состояние Робизона как ну, как суперпозицию состояния кварков, антикварков и глионов, в определенных комбинациях таких, чтобы были квантовые числа Робизона. Но в этой суперпозиции есть, вообще-то говоря, не один какой-то член там, кварк-антикварк, да? А эта суперпозиция включает ну, я не знаю, какие состояния и роль вот этих вот всех членов суперпозиции мы не можем как-то проанализировать числить, да? Другое дело, что это можно сделать, когда у нас есть какой-то параметр, да? Параметр. Параметр это вот скорость есть параметр, а скорость связана с концептой связи. Да. Еще? Ну, ладно.